добрый день уважаемые коллеги мы начинаем очередное заседание семинара механика эксперимент моделирования приложения сегодня 52 заседание семинара 8 апреля 21 года мы работаем и с докладом точные решения уравнения гидродинамики для моделирования течения вертикальной завихренной жидкости выступит евгений юрьевич просверяков заведующий сектором нелинейной вихревой гидродинамики института машиноведения уральского отделения академии наук ну и профессор уральского федерального университета но как обычно прежде чем передать слово докладчику я покажу что ждет нас на ближайших заседаниях семинара вот видимо эти доклады будут я еще буду уточнять чуть-чуть возможные изменения но сообщу вовремя в рассылке так что скорее всего 12 октября будет доклад динамическая рекристаллизация меди как основной механизм высокоскоростного течения медной кумулятивной струи николай милейхин нижегородский государственный университет а потом про мехатронное искусственное сердце планировал ну вот это собственно все что я хотел сказать перед докладом я передаю слово докладчику евгению юрьевича просверякова пожалуйста делитесь с нами экраном они видно пока нет нужно поделиться на кнопочку внизу на зеленую я понял да ну как и начинали уже у вас настроен экран да полностью можно начинать прошу вас всем здравствуйте у кого-то день у кого-то вечер может быть у кого-то и утро у нас в екатеринбурге сейчас 16 часов 4 минуты действительно меня зовут евгений фамилия просверяков я представляю уральскую школу по механике но в екатеринбурге всегда были яркие представители механики точки это академик красовский академик юрий сергеевич осипов андрей измолаевич субботин их многочисленные ученики одно из направлений механики екатеринбурга это всегда была механика деформируемого твердого тела и в институте где я работаю в уральском федеральном университете где я работаю важную роль сыграл член корреспондент ран вадим леонидович коммакоров ну вот институт ран машиноведения он назван именем удаст степановича горкунова он занимался физическими методами не разрушающего контроля но вот я в какой-то степени являюсь отщепенцем меня тянуло всегда больше жидкость хотя кандидатскую диссертацию я защитил в перми по механике деформированным твердого тела значит речь в докладе пойдет о точных решениях уравнение гидродинамики но мы говоря точное решение уравнение гидродинамики прежде всего понимаем уравнение naviestox и близкие системы к уравнениям naviestox значит почему так важно и так злободневно говорить по точным решением уравнение naviestox но каждый гидродинамик который начинает заниматься исследованиями в своей области, он читает учебники, ну и там перечисляется ряд точных результатов, ставших уже классическими, это течение Коэта, течение Пуазеля, течение Химминса и течение Экмана и прочие-прочие результаты, которые можно перечислять. С одной стороны всегда встает вопрос, нужны ли точные решения, мы все-таки живем в век вычислительной математики, механики, физики, но интерес к этой теме он не ослабевает, как у нас в стране, так и за рубежом, но и естественно он инициируется тем, что в 2000 году математик Фиферман сформулировала так называемую шестую проблему тысячелетия о том, можно ли доказать теорему существования или отрицательный ответ к этой теореме о существовании решения трехмерных уравнений гидродинамики. Понятно, о чем я сегодня буду говорить, я буду в основном говорить, решение буду приводить для неустановившихся течений, но по ним можно будет провести отдельный семинар, я буду в основном говорить о установившихся течений, то есть когда из рассмотрения пропадает время. Ну и попытаюсь объяснить свою точку зрения, почему так важны точные решения, особенно для моделирования, описания вертикально завихренных жидкостей, что за этим стоит, какие механизмы существуют. Я постараюсь минут за 40 уложиться и потом ответить на вопросы. Идея построения точных решений в настоящее время в литературе, она в основном освоена на групповом анализе уравнений в частных производных, обыкновенных дифференциальных уравнений, ну или разработке каких-то методов, которые позволяют свести к уравнениям, которые значительно проще. Но существует еще один подход, который связан, ну может быть, с угадыванием или с анализом уравнений, которые позволяют допустить какое-то широкое толкование. Ну и я сначала начну с того, что мне бы хотелось сказать, что точные решения теперь актуальны не только для уравнений на въезд токса, но и для уравнений, которые описывают конвекцию, причем конвекция может быть как тепловая, так и концентрационная. Ну и я являюсь учеником Аристова Сергея Николаевича, это был известный гидродинамик, он жил в Перми, работал в институте механики сплошных сред. И в 2016 году, в 2000, извините, в 2013 году было предложено мной точное решение с ним в старт, которое вот приведено на слайде. Оно описывает трехмерное по координатам поле скоростей, ну а температура, давление и концентрация, они описываются квадратичными формами по части координат, точнее по двум, с коэффициентами, зависящими от этих координат и времени. Но вот это решение, оно в мире гидродинамики очень известное, и если говорить об поле скоростей, то оно было предложено в 1959 году, сейчас его называют американским математиком китайского происхождения Вин Цзяо, хотя он в последние годы своей жизни вернулся в Пекин, он умер сравнительно недавно. Это поле скоростей было впервые предложено для задач магнитной гидродинамики. Ну и понятно, что решение, которое предложено на слайде, оно может быть использовано и для решения задач магнитной гидродинамики, если компоненты магнитного поля будут иметь структурно такой же вид, какой для поля скоростей. Но я бы хотел дальше остановиться на несколько других вещах, а именно на анализе точных решений для сдвиговых течений. Значит, сдвиговые течения формально можно получить... Женя, извини, пожалуйста, вот при каких предположениях вы получали точное решение? Ну ясно, что там число Рейнольдсом маленькое, да? Относительно умеренное. Число Пекле, ну и при каких... Вопрос понял. Вот то, что здесь приведено на слайде, оно справедливо для любого числа безразмерного. То есть, чтобы найти функции, которые образуют произвол решений, нужно подставить в уравнение движения, продиференцировать, приравнять... Ну, турбулентность-то вы же не можете предсказать здесь. Турбулентность не имеет отношения к точным решениям вообще-то. Ну, в том-то и дело. Но это пример... Чуть попозже прокомментирую. Я понял вопрос. Сейчас мы дойдем, я прокомментирую. Значит, мне бы хотелось... Извините. Мне бы хотелось остановиться на двух моделях точных решений, на двух моделях движений жидкости. Вот я еще раз вернусь на предыдущий слайд. Если мы посмотрим на это уравнение, то эти уравнения, они описывают классическую ньютоновскую жидкость, когда представительный объем имеет три степени свободы. Ну, их еще они описывают либо поступательные, либо это трансферсальные степени свободы. А сейчас в мировой литературе активно обсуждается поставение точных решений для так называемых жидкостей, у которых для представительного объема учитывается не только трансферсионная степень свободы, но и вращательная свобода. И вот эти вращательные степени свободы, они учитываются бигармоническим оператором, который учитывая вращение представительного объема, но и затем, проводя аналогичную процедуру для вывода уравнений на вес токса, эта слогаемая описывает парное или моментное либо парное или моментное касательное напряжение. И вот сейчас в России... Последний член в первом уравне, откуда он взялся? Этот? Последний член, да. Вот этот. Этот член, который учитывает вращение представительного объема. Это когда мы записываем не только тензор Кашир в симметричном виде, но и в антисимметричном виде. То есть он формируется, если мы учтем для представительного объема одну-вторую ротора скорости. Там можно привести преобразование. Но вот в 66-м году стокисом в этот турецкий гидродинамик были записаны уравнения, когда учитывают не только поступательные степени свободы представительного элемента жидкости, ну или жирной точки, но и вращательные степени свободы. Но это у вас уже не уравнение на вес токса получается? Это уравнение на вес токса записано для микрополярной жидкости. Да, это не уравнение на вес токса, это уравнение моментной сплошной среды. Да. Так скажем, действительно, конечно. И у меня еще просьба, Евгений Юрьевич, простите, пожалуйста, что перебил. И здесь два коэффициента поясните. А главное, пожалуйста, все коэффициенты поясните на предыдущем слайде, потому что запись будут смотреть не только специалисты по гидродинамике, для которых все и так понятно, но и студенты и так далее. Вернитесь, пожалуйста, к предыдущему слайду. Чуть-чуть подробнее. Здесь введены стандартные обозначения для уравнения гидродинамики. Это молекулярная либо кинематическая вязка с жидкостью, это ускорение свободного падения. Бета-1 – это коэффициент теплового расширения жидкости. Бета-2 – это коэффициент концентрационного расширения жидкости. Здесь введена поправка для коэффициента температуры проводности. Ну и здесь коэффициенты диффузии, коэффициенты термодиффузии. А это так называемый термодинамический параметр в форме Шапошникова. Но это был профессор Пермского университета, когда рассматривается движение бинарных жидкостей. Но вот эта система уравнений, она записана в стандартном виде, в приближении Абербека-Бусинеска, когда аппроксимация для плотности, она учитывается только в подъемной силе Архимеда. То есть в левой части мы считаем, что плотность постоянная, а плотность меняется только в уравнениях правой части. Ну вот это стандартное уравнение, которое записано для одной компоненты раствора, то есть растворено одно вещество. Ну и это система уравнений термодиффузии в приближении Абербека-Бусинеска. А вот эти функции, которые у вас здесь должны, если подставить их уравнение, то будут какие-то полиномы, правильно? Да, понятно. Если говорить о втором слайде, то здесь ню – это стандартная кинематическая вязкая жидкость, а ню – это вязкость, которая обусловлена вращательными степенями свободы. Значит, ну вот называть ее вязкостью или не называть в литературе научно бывает дискуссия, но тем не менее пока во всех статьях и монографиях, где я встречал, это называется коэффициент вязкости, обусловленный вращательной степени свободы элементарного или представительного объема. Коэффициент вращательной вязкости, грубо говоря. Коэффициент вращательной вязкости, да, совершенно верно, так тоже называют. Ну и дальше мне бы хотелось сначала рассказать об неоднородных сдвиговых ячей вязкой нежимаемой жидкости, но здесь уже возникал вопрос про турбулентность. Я хочу сразу сказать, что вообще говоря, эти решения можно использовать для описания турбулентности или нет, ну вопрос, ответ скорее нет, чем да. Дело все в том, что когда мы говорим про турбулентность, все-таки мы говорим о стременных уравнениях, есть разные модели, здесь идет речь о том, что мы решаем или пытаемся решать уравнение на въезд токса для разных физически осмысленных случаев, ну и, конечно, остается открытым вопрос об исследовании устойчивости полученных решений, но я об этом чуть-чуть попозже тоже скажу. Значит, ну я уже в начале доклада говорил, что построение многих точных решений о уравнении на въезд токса, оно основано на предположении, что вязкие силы предполагают над силами инерции. Значит, ну в этом случае уравнение на въезд токсом можно линиеризовать, ну и решается, ну в зависимости от рассматриваемой размерности течения, то есть однонаправленные, там двумерные, трехмерные течения, рассматривается либо уравнение въезда, либо уравнение пуассона, но очень важно для приложения это является изучение течений тонких слоев жидкости. Значит, ну течение тонких слоев жидкости, их еще называют крупномасштабные течения, они встречаются во многих приложениях, это могут быть и пленочные течения, это могут быть и течения в Мировом океане, но в любом случае там, где толщина слоя жидкости много меньше, чем длина, характерная длина, по поперечному, извините, характерная длина течения, то есть горизонтального масштаба, то можно считать, можно рассматривать, что это течение жидкости в тонком слое. Ну и при рассмотрении течения жидкости в тонком слое, если следовать классикам жанра, то обычно одна из компонент вектора скорости, как правило поперечная, полагается равной нулю. Ну и дальше, когда мы делаем такую редукцию, становится интересным вопрос, а можно ли классическое течение Куэта обобщить для сдвиговых течений. То есть сейчас мы сначала рассмотрим изоборические течения вязкой жидкости, то есть давление у нас будет постоянным, но и в этом случае рассматриваются изоборические сдвиговые течения вязками сжимаемой жидкости, и мы получаем, что система уравнений, описывающая течение жидкости, является переопределенным. То есть у нас два уравнения следует из уравнений на Виестокса, ну а третье это уравнение либо непрерывности, либо несжимаемости. Ну и математически формулируется следующая задача, имеет ли эта система нелинейных уравнений в частных производах какое-то решение, ну отлично от тривиального. Ну достаточно очевидно, что здесь любое постоянное решение, то есть если компоненты ректора скорости постоянные числа, то оно удовлетворяет данной системе. Ну и в начале доклада я говорил о точном решении, и интересно посмотреть, первое, что приходит в голову, это исследовать данную систему в классе точных решений, это линия Сидорова-Аристова, это три специалиста, которые открывали, переоткрывали, но каждый раз они что-то вносили новое для описания систем уравнений на Виестокса. Ну и вот здесь мы видим, что поле скоростей у нас является двумерным, однако сами скорости не зависят от трех координат, от двух горизонтальных, ну или протонных координат, а коэффициенты У, У1, У2, В, В1, В2, они зависят от третьей координаты и времени Т. Ну и ставится задача исследовать, имеет ли эта система решение в данном классе. Ну ответ на это утвердительный, но для того, чтобы эту систему исследовать, это решение было подставлено, выписана была система уравнений, которая будет уже система уравнений параболического вида, но и было найдено условие, вот оно приведено на слайде, при котором эта система имеет нетривиальное точное решение, ну а Эльфис, извините, это оператор, который описывает простейшее уравнение теплопроводности, то есть это D по DT минус ν, D, ну вторая производная по координате z, то есть удовлетворяет уравнению теплопроводности. То есть мы видим, что полученное точное решение, оно имеет большим функциональным произволом, поскольку уравнение теплопроводности содержит большой запас функций, и оно может решаться по-разному. Мы даже помним, что существует решение уравнений теплопроводности через функцию грина. Ну и после того, как мы нашли нетривиальное вот это точное решение, а проблема здесь заключается в том, что если мы внимательно посмотрим на систему, когда мы ее анализировали, то система распадается фактически на две подсистемы. Вот у нас функции U и V, я сейчас вернусь назад, которые формируют класс течения, либо это можно называть что-то фоновые скорости, а функции U1, U2, V1, V2, их называют пространственным ускорением. Так вот, для анализа этой системы важно найти связь между компонентами, которые образуют либо градиенты скорости, либо пространственное ускорение, что, собственно говоря, на слайде вот это условие и продемонстрировано. Но функция U, она, еще раз повторюсь, она должна удовлетворять, извините, уравнению теплопроводности. После того, как это условие было получено, но возникло желание посмотреть, вообще говоря, что это решение себе несет нового. Ну и было рассмотрено. Извини, пожалуйста, вот, все-таки хочется понять, предыдущий слайд, значит, где зависимость от времени решения? Вот, функция U зависит от координата Z и от времени. А в решении это нету? В решении это... Решение, оно кроется вот здесь. Если мы построим решение, уравнение теплопроводности, мы подставим сюда, и мы построим решение для функции U1, U2, V1, V2. Понятно, понял. Вот, ну и после того, как это было установлено, ну, захотелось посмотреть, что у нас будет для неоднородных течений. Ну и было рассмотрено простейшее решение. Это неоднородное течение типа Пуэта. Когда мы на верхней границе задаем скорость вот в таком виде, U, это у нас градиент, который будет меняться вдоль координат игры. Здесь вот, извините, у меня опечатка была. Здесь должен стоять минус. Ну вот, если посчитать ротор скорости, то движение будет лихривым. Но что интересно, у этого движения, вертикальная компонента зависимости, она будет отлична от нуля. И мы получаем интересную особенность, что у нас вроде бы вращения жидкости нет, но тем не менее вертикальная компонента вектора зависимости, она не равна нулю. И вот это решение, оно было получено. Функция U в стационарном случае описывается вот таким сравнительно простым полиномом четвертой степени. Ну и мы видим, что если у нас неоднородность течения не учитывается, то наше течение описывается двумерное течение типа Пуэта. То есть редукция, по крайней мере, нам говорит о том, что мы получаем классическое течение типа Пуэта. Ну и чем вот это решение, оно и интересно. Во-первых, у нас будет в жидкости регистрироваться противотечение, скорость будет иметь разные знаки. Ну и интересно то, что если мы будем задавать скорость на границе, то по толщине слоя жидкость может принимать значение по модулю в несколько раз большее значение. Ну вот когда это было получено, сразу возник вопрос, где это можно использовать. Ну и подобные эффекты, они, например, наблюдаются в экваториальной зоне Мирового океана. То есть если строго положить, что у нас широта равна нулю и использовать теорию одного параметра Кориолиса, то вот сдвиговые течения, они описываются как раз вот той системой, которая приведена на слайде. И если говорить о каких-то океанических течениях, то там всегда и выделяют эти два направления. Это горизонтальное или продольное направление, вертикальное или поперечное направление. Понятно, что никто здесь не говорит о том, что мы взяли и все, что в экваториальной зоне происходит, описали. Конечно, нет. Во-первых, там необходимо учитывать и температуру, и концентрацию соли, да и магнитное поле Земли. Но вот это все равно качественный эффект решения, качественный эффект, который виден при решении задачи, он заставляет задуматься, что век аналитики еще не закончен. И надо думать, как считать дальше. Но здесь самое проблематичное в этом решении, что пока не удается исследовать его на гидродинамическую устойчивость или неустойчивость. Классические методы, которые есть, они, к сожалению, здесь не проходят. Но здесь надо думать дальше. Этот результат интересный. Но вот после того, как было проиллюстрировано, замечено, увидено, что существует усиление скорости во внутренней точке в зависимости от граничной, то стал вопрос о том, а нельзя ли какие-то нестационарные точные решения построить для уравнений навеса стокса? Часто я, пожалуйста. Вот. Ну и на следующем слайде здесь построено точное решение для второй задачи стокса. Ух, сейчас мне лучше окно открыть. Вот. Эта задача всегда интересна гидродинамикам. Сейчас идет очень много публикаций по точным решениям для разреженных газов. Там строятся различные асимптотики в зависимости от числа Кнутсона. Вот. И если опираться от классической статьи стокса, которая была опубликована в середине XIX века, и там было показано, что если мы задаем вибрацию на нижней границе слоя, она чрезвычайно быстро засухает, и жидкость перестает движение. То есть оно исчезает из-за учета диссипации жидкости. Ну вот в 88-м году в Украине, в Новосибирске, было показано, что классическая формула стокса, она работает не всегда, но и им было экспериментально установлено, что можно посевелить границу слоя жидкости, и будет наблюдаться усиление скорости, ну, в зависимости от того возмущения, которое мы даем. Ну, если мы в установившемся, ну, или в стационарном случае и нечто подобное наблюдали, то никто не запрещает построить формально и точное решение и его исследовать, что там будет наблюдаться. Ну вот, значит, рассматривалась классическая задача стокса, но течение уже жидкости, оно подразумевалось не однонаправленным, а имеет характер сдвигового, то есть мы имеем две компоненты скорости, но скорости, я еще раз повторяю, могут зависеть от трех координат. Ну и было, значит, вот рассмотрено такое точное решение, вот еще раз, вот эта вот вертикальная компонента зависимости, она по-прежнему не равна нулю, ну, были записаны уравнения движения, которые были записаны в операторном виде, вот этот оператор L с крышечкой, про который я говорил, это оператор, который позволяет компактно записать уравнения типа проводности, ну и были сформулированы классические условия, которые используются очень часто для проверки каких-то вычислительных или аналитических манипуляций с уравнениями. Значит, ну, одна компонента скорости, она нулевая на границе, по второму направлению мы задаем некое возмущение периодическое, ну, берем условия, значит, свободной границы, это равенство нулю соответствующих производных по поперечной координате, ну и дальше вычисляем точное решение краевой задачи, но я понимаю, что формулы, они здесь, может быть, достаточно громоздкие, но получить это было несложно, и вот красным цветом выделено то, здесь тоже приведено решение этой краевой задачи, я его честно выписал, и здесь было приведено графики, которые позволяют сказать, определить вот этот диапазон, когда у нас происходит усиление колебаний в жидкости, значит, здесь бесконечность не уходит, то есть там график, он будет ограниченный, но вот здесь у нас виден диапазон, когда могут наблюдаться усиления значений скорости в зависимости от той, которую мы задали на нижнем границе, что интересно, мы задали возмущение по одной координате, но поскольку мы рассматриваем не линейную версию уравнений на вес сокса, то есть мы учитываем пространственную неоднородность, то другая компонента скорости, которая у нас вообще была нулевая, она имеет нетривиальное решение, ну и вот здесь вот показано, вычислено самое яркое усиление скорости, хотя оно совпадает с тем, что наблюдалось в установившемся случае, и здесь, что интересно, когда происходит движение жидкости, вот мы прошли максимум, затем начинает скорость падать, и у нас существует еще один экстремум, когда снова может наблюдаться усиление жидкости, но в бесконечность ничего не уходит, оно ограничено, я просто показал тот рисунок, где мы говорим о том, что скорость жидкости, она может усиливаться, в зависимости от того, какие мы задаем начальные и граничные возмущения на границах слоя, но вот все вот это, когда я выступал на семинарах, мне очень часто задавали вопрос, вы ограничиваетесь рассмотрением решения, которое линейно по части координат, ну несмотря на то, что это решение знают, к нему относятся и течение Кармана, и к течение Химинца, и течение Экмана для вращающейся жидкости, но меня спрашивали, можно ли то, что вы говорите, сделает для форм произвольной степени относительно горизонтальных координат, но ответ на этот вопрос оказался положительный, мы его получили в 2019 году с членом-корреспондентом РАН Николаем Михайловичем Зубаревым, он работает в институте электрофизики в Екатеринбурге, но и оказалось, что для построения решений в виде форм существует так называемое, ну как мы его назвали, простейшее либо порождающее решение, вот если это решение, оно удовлетворяет уравнением на ВИЭС-Токс, что означает удовлетворять, я объясню, получается система уравнений, которая содержит столько уравнений, сколько неизвестных функций, ну и мы нашли все преобразования, которые позволяют вот из решения, которое приведено на слайде, получить, что называется полновесное решение относительно X и Y, это простое преобразование по поворотам, то есть нужно повернуть на некоторый угол координаты вектор скорости и мы размножим решения, что они будут зависеть от всех координат, извините, от обеих координат X и Y, но самое простое решение это решение, а остальное это уже дело техники, но вот методы размножения или тиражирования научных решений, они приведены в статье, ссылка которой приведена на слайде, ну вот когда что называется поразбирались мы и с изобретическими течениями, значит, если спросить меня, исследовались задачи для течения типа Пуазеля, да, они исследовались, но как любят говорить математики, там уже было дело техники, ну, если говорить с точки зрения механики, физики, там появлялась дополнительная нулевая точка, то есть цификация поля скоростей, она была еще интереснее, еще запутаннее, ну, и линии тока, они отражали зависимость, то есть при учете градиентного течения поля скоростей, оно имело три зоны, причем, значит, две зоны текли, значит, она была одна зона снизу, другая сверху, они текли в одну сторону, а зона, которая находится посередине, она текла в противоположную сторону, ну, и вот такой интересный эффект, он наблюдался, если учитывать перепад давления, ну, или горизонтальный градиент давления. Значит, поскольку в начале, еще извините, пожалуйста, вот те результаты, о которых я сейчас говорил, для классического уравнения на Вьестокса, они справедливы и для уравнений жидкости, когда мы учитываем моментное напряжение для представительного объема. Вот когда я готовился к семинару, я список статей формировал, и вот статья с Евгением Сергеевичем Барановским, он из Воронежа, с Натальей Владимировной Бурмашевой, все, что я сейчас говорил про классическое уравнение гидродинамики, то же самое было сформулировано для уравнений, которые на слайде. И там прописана процедура вывода и условий совместности, но там сводится к дифференциальному оператору частных производных четвертого порядка, но тем не менее технически это сделать было несложно, это все справедливо и для уравнений, которые сейчас изображены на слайде. Дальше мне бы хотелось упомянуть про движение жидкости под действием конвективных сил. Значит, сейчас пойдет речь о тепловой конвекции, но и во время доклада мы будем часто вспоминать пермских гидродинамиках. Вообще они внесли очень большой вклад в гидродинамику, причем как и в аналитическую гидродинамику, как и в участвительную, так и в экспериментальную, так и в теорию турбулентности. Ну вот я во время доклада говорил, что я был в докторантуре у Арестова Сергея Николаевича из Института механики сплошных средств, но в Перми работал профессор Аструбов, который в 50-е и 60-е годы они предложили точные решения. Значит, Аструбов предложил в 59-м году для жидкости, текущей в цилиндрической области, ну а чуть позже Рудольф Эльдомарович Бирих он предложил точные решения для жидкости, движущейся в бесконечном горизонтальном слое. Ну вот забегая вперед, я всегда говорю, что я понимаю, что когда мы рассматриваем жидкости в бесконечно горизонтальном слое, там всегда в вас стоит вопрос об условиях на границах. Ну кто-то там говорит условия протекания, можно считать, что они там самосогласованы, то есть то, что получится, мы то и учитываем, но вот те точные решения, о которых я говорю, они можно строить не только для бесконечно протяженной полосы, но и для областей, ограниченных и боковыми поверхностями. Может быть, не все там получится выписать явно формулы и нужные ли это, но счет задачи, он заметно обращается и по крайней мере достоверность результатов можно всегда проверить на аналитическом решении. Значит, ну, а течение Береха-Астромова, их знают действительно на весь мир, значит, эти решения, они очень часто используются для построения задач гидродинамической устойчивости, ну, ими, помимо того, что там занимаются в России, это Новосибирск, Красноярск, это, конечно, Пермь, немного Екатеринбург, Москва, эти решения были достаточно позже переоткрыты нашими иностранными коллегами и поначалу рассматривались движения жидкостей однонаправленные, то есть была одна компонента скорости и учитывался постоянный градиент температуры относительно одной из координат, ну, и мне удалось построить точные решения типа Бериха-Астромова, их сейчас так называют, для жидкостей, которые являются двумерными, но они описываются однородным полем скорости k, но и зависят от паблиничной координаты z и времени t, ну, а поля давления и температуры они являются линейными формами. Повторюсь, что все функции зависят от координаты z и времени t. если мы подставим получим полиномы приравняем коэффициенты при одинаковой степени нулю мы получим систему уравнений которая изображена на слайде. Ну и дальше их можно решать и получать обобщения которые я считаю что достаточно простые то есть классики жанра они учили довольно-таки много и в плане физики это конечно решение хорошее но намного интереснее это точное решение когда они описывают вертикально завихренную жидкость вот эта функция маленькая она отвечает за вертикальную компоненту завихренности я сейчас расскажу для установившихся течений и потом дам комментарий по неустановившимся течениям значит ну вот поле скоростей поле давления и поле температуры оно изображено на слайде и мы сейчас приступим к сейчас извините пожалуйста и мы сейчас и мы приступим к интегрированию этой системы опять же вот я хочу сказать что я всегда довольно таки так свободно говорю что мы взяли подставили получили приравняли дальше решаем значит все таки я выпускник матмеха уральского университета нас трудностей учили не бояться поэтому на самом деле это не так все просто это труд тяжелый и более того ну вот кажется ну получили ну я сейчас покажу вот это решение ну получили мы решение в виде полиномов ну вроде как бы полиномы многочлены это синонимы мы все учили в школе но анализировать многочлены задача это очень трудоемкая и вытащить из нее аналитику через коэффициенты хотя бы известен критерий Рауса Гурвица и другие коэффициентные критерии локализации нулей многочлена но это всегда задача которая требует осмысления и глубокого анализа и по получению этих решений оно должно нести не только математическую красоту но и оно должно внести понимание а что там нового с точки зрения физики а что там нового с точки зрения механики ну и вот здесь приведены графики скоростей ну мы видим что и градиенты температуры скорость они стратифицируются но если для скорости у нас будет противотечение то градиент температуры он из-за неоднородности течения он также стратифицируется то есть он может иметь разные знаки но существуют такие вот красивые картинки когда противотечения они имеют такой причудливый вид графики они достаточно интересные и в зависимости от краевых условий можно строить причудливые профили скоростей и даже в жидкости может наблюдаться так называемый термоклин когда скорость локализуется вблизи верхней или нижней границы и она очень быстро изменяется аналогично и для температур ну вот мне бы прежде чем перейти к обсуждению не установившихся течений мне бы хотелось рассказать о результате которым я горжусь ну Сергей Николаевич Арестов уже не с 2015 года гидродинамики состажены не только я вижу что и пермские коллеги подключились они его помнят ну и когда мы с ним вместе работали наш с ним рабочий роман был короткий я уже пришел последние годы его жизни но у нас с ним всегда такая была было такое негласное соревнование он всегда хотел чтобы мы его ученики ну работали быстрее чем он он соображал очень быстро но здесь я всегда люблю рассказывать эту задачку она была опубликована на английском языке она кстати есть в списке который предоставлен к семинару надеюсь он будет доступный и вот эта задачка была о так называемых динамических равновесиях жидкости но ее можно еще трактовать следующим образом когда жидкость рассматривается между двумя бесконечно протяженными пластинами они пластины каждый вращается с разной угловой скоростью ну и жидкость уже вращается нетвердотельно дифференциально ну и ставится такая задача а можно ли описать вот такое дифференциальное вращение поле температуры то есть вот такое конвективное движение дифференциальной вращающейся жидкости но оказалось что это сделать можно значит я эту задачу решал и для неустановившейся полейской России для установившейся но здесь я для простоты покажу для установившихся ну вот удивительно но удалось решить такую систему уравнений частных производных ну даже если об установившейся говорить то и обыкновенно они весьма непростые то решение которое удалось получить ну а самое все интересное для определения основных гидродинамических полей это градиентов давления градиентов температуры фоновых скоростей У большое и В большое и для фоновой температуры до 0 но и давления вот необходимо было решать вот такую систему с непостоянными коэффициентами ну и посредством введения комплексных переменных ее удалось свести вот к такой системе уравнений ну здесь все обозначения приведены значит две замены тут такая система система была очень сложная и ее удалось решить посредством получения новых дифференциальных торжеств было получено вот такое дифференциальное уравнение я повторюсь я рассказываю для установив сотечений но и то решение с которого мы стартовали это функции РИ удалось раскрутить эту задачу до конца и записать ее решение в аналитическом виде ну вот задача эта мне очень нравится поскольку тогда у нас был Сергеем Николаевичем соревновательный дух и мы хотели решить эту задачу она ему нравилась давно и сейчас уже мы аспиранты занимаются вычислительными аспектами вот этой системы но это точное решение оно служит хорошим тестом для проверки того а что вообще мы там получаем ну и поскольку у нас рассматривалось дифференциальное вращение то при разных значениях параметров у нас поля сильно стратифицировались и мы получали довольно-таки причудливые графики в бесконечность ничего не уходило но всегда раз мы рассматривали две границы всегда были заданы какие-то граничные условия они могут быть заданы разные и для скоростя и в напряжениях может быть и термокапинарный эффект учитывается ну можно много всего учитывать но качественно они будут такие могут они и не уменьшаться могут быть извините могут не раскручиваться могут быть монотонные но вот такие решения они для дифференциально вращающейся жидкости они очень интересны ну и я еще повторюсь сейчас ну хочется находиться в тренде мировой гидродинамики я значит подводя итог мне бы хотелось сказать чтобы сейчас конечно в иностранной литературе разворачивается публикационный бум он посвященный вообще точным решениям и уравнений на въездок для конвекции для концентрации и в том числе для учета моментных ну или парных касательных напряжений и конечно бы хотелось чтобы мы от этого не только не отставали но и задавали тонн еще мне бы хотелось отметить что вот те методы о которых я говорил я старался чтобы тяжело не было они например пригодны для механики деформируемого твердого тела их можно использовать для интегрирования уравнения оболочек ну до этого еще пока руки не дошли но я понимаю что направления в этой деятельности не просматриваются и они тоже могут быть полезными но еще пользуясь тем что пока меня слушают все я просто видел что подключился Смирнов Сергей Витальевич он является главным редактором я являюсь его заместителем журнала который издает институт машиноведения уральского отделения РАН значит журнал у нас имеет англоязычную аббревиатуру ДРИМ Мечта значит с этого года журнал вошел в список ВАП мы всех приглашаем к нам отправлять рукописи для публикации мы всех авторов любим и стараемся работать на благо автора ну и с 18 по 22 декабря институт будет проводить свою традиционную конференцию с 2001 года она проходит значит мы всех приглашаем приезжайте участвуйте там можно дистанционно участвовать в любом случае мы всех ждем вас в Екатеринбурге я всех благодарю за внимание спасибо вам Евгений Юрьевич за доклад у меня только просьба замечательно что пригласили в журналы на конференцию но конечно было бы здорово если бы сделали по одному слайду и кроме информации на голос была бы и визуальная информация я учту я пришлю но раз уж мы заговорили я могу еще один журнал порекламировать я там член ветколлегии это вестник Самарского государственного технического университета серии физико-математические науки там замечательный главный редактор это профессор Радченко Владимир Павлович он когда-то у меня был оппонентом по кандидатской диссертации но вот я дослужился до того что меня в 19 году сейчас уже не помню они пригласили я туда тоже всех приглашаю Владимир Павлович всегда рад когда география расширяется ну и есть еще пару слов я хочу сказать у меня как бы есть любовь есть потребность я всегда люблю писать статьи в российских журналах хотя у меня публикаций на английском очень много наши пресловутые Q1 но я всегда дома шучу скоро Q1 потом Q0 потом Q-1 значит я сторонник того что мы русские люди мы должны покорять и запад и восток и английским и китайским каким угодно но российские журналы мы должны развивать поэтому мы всем настоятельно зовем ну и я приглашаю чтобы вы в Екатеринбург отправляли к нам рукопись да я перешлю да да спасибо ну я абсолютно поддерживаю коллеги знают что мы уже в общем два с лишним года говорим о том что в общем у нас есть долг сохранять традиции и не только журналы сохранять и развивать это понятно но в целом вообще русский научный язык что очень важно сохранять и развивать потому что ну есть особенности не надо отгораживаться от английского но нужно сохранять собственную терминологию потому что уровень неграмотности в русской терминологии возрастает катастрофически просто в последние годы английские термины знают студенты аспиранты а русские аналоги древние почему-то нет ну в общем это тоже не дело так что поддерживаю полностью в общем давайте общими силами это все делать ну а сейчас давайте позадаем вопросы докладчику прошу вас коллеги включайтесь задавайте вопросы Жень можно тебе задать вопросы вы как-то говорили о том что ну во первых конечно точное решение они в любой области науки в механике крайне важны тут и спорить то не надо вот дай бог получить особенно таких уравнений как на въезд окса их единицы честно говорят но у меня то что это только в частных абсолютно таких самых простейших случаях у меня вопрос касается следующего все-таки вот по пермской школе да и так Сергей Николаевич обычно он там устойчивостью я сам лично его хорошо знал вот какие-то условия устойчивости вы дополнительно получили вот по вихревым отвечаю вот для решения которые я сегодня анонсировал их пока нет я над этой задачей но пока не получается я это могу честно сказать то есть эта задача пока решению не поддалась как решу сразу на семинар да 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 ну и когда там не сценарные и так далее обычно появляются функции бесили там и так далее вы как-то от этого ушли или что-то чего-то и я думаю невозможно от этого уйти от чего ну от функции бесили нет конечно и я привел сегодня решение простейшее когда мы получаем их в виде полиномов даже я в этом случае в виде конечных полиномов потому что функции бесили это бесконечные полиномы ряды чем дальше в лес чем больше слагаемых берем тем больше дрог многочлены становятся сложнее вот я которое решение показывал там и функции эри их можно и через бесили вырезать вы верните пожалуйста слайд не полегитесь на фоне слайда говорите хорошо это решение хоть и функции эри но связь между ними существует там через можно и гамма функции гипергеометрические функции я в продолжении вашего я поэтому не бросаю заниматься точными решениями потому что это интересно ну это как бы наука ну это крайне тяжелый процесс это тяжелые технологии довольно вот кстати который решением которого вы гордились это это да это это да а вот если так вот физически значит какие тут значит числа там допустим ренольца там если температура то там пекли там если и так далее чтобы понять область где чего как потому что они отражают в общем это ну числоподобие нет я понимаю для того чтобы представить в какой мы области находимся я понимаю вот вы меня все толкаете к тому что сказал честно что гидродинамическая устойчивость она не исследовалась нет я понимаю формальных ограничений на числоподобие нет то есть когда эти решения строились мы не накладывали никаких ограничений на гидродинамические поля но мы понимаем что все равно эти решения они частные и может быть мы не улавливаем всех эффектов которые есть ну на числа пекли я ограничений не вижу а вот ну ренольца бы дальше бы 100 бы 200 бы я бы не стал уходить то есть там нужно дополнительные исследования я как бы к понятию турбулентности мы все относимся довольно-таки сложно мы понимаем что это да нет давайте не будем о турбулентности договорились давайте так число этого ренольца порядка несколько сотен один число пекле мы гоняли я ограничений не видел да Юрий Валерович пожалуйста говорите вы в самом начале говорили что вот когда вы рассматривали течение куэта для навъестокса течение куэта для модели навъестокса безо всякого вращения вы говорили про то что для неоднородной жидкости а в каком смысле для неоднородной течения а в каком смысле неоднородность вот я что-то не уловил я понял это когда скорость зависит от трех координат то есть скорость зависит от трех координат это форма решения да у вас есть изоборические течения правильно значит жидкость должна приводиться в движение либо внешними силами либо границами границы приводятся вопрос границами так вот в течение куэта там довольно четкая симметрия насчет границ и откуда берется вот компоненты другие компоненты помимо помимо обычных вдоль стенок а мы здесь вот когда мы говорим на нижней границе выполняется классическое условие прилипания а на нижней границе у нас задано такое неоднородное распределение скоростей то есть у нас в x на верхней границе это вот у косинус фи плюс омега умножить на у то есть грубо говоря вы исходя из самого решения вы задаете это произвольный это не куэт уже а просто некий произвольный вдув неизвестно чего неизвестно касательно какой составляющей так чтобы выполнялось решение внутри объема да понятно алексей игоревич так просто включайте микрофон можно не поднимать я еще добавлю а вы знакомы с книгой вот две лет 10 назад вышла книга Дрейзина Филиппа Дрейзина точное решение уровня навес токса целая книга конечно знаком даже цитирую ваши результаты туда вошли в эту книгу Евгений мои результаты вошли в последние справочники Андрея Дмитриевича Полянина с авторами вошли ясно хорошо Алексей Игоревич давайте вы теперь уважаемые коллеги добрый день еще раз Евгений Юрьевич приветствую у меня вопрос такой по самой вот этой начальной формуле когда вы добавляете ну нелинейно еще одно слугаемое ну по сути считая среду полярной да то есть ну в твердых тильных моделях это а-ля континуум модели косара да и все вот эти модели микрополярные да так скажем там в принципе понятно что ну там не знаю за счет каких-то внутренних например моментных воздействий среда хочет прокрутиться вокруг ее сдерживающих частиц окружающих здесь жидкости безусловно конечно она внутри вращаться может но вроде бы в классических моделях как раз той же турбулентности это просто вниз на масштабы спускается то есть вы получается хотите уйти от необходимости ну вот такую модель записывая уйти от необходимости как-то рассмотрения вот низкомасштабных вот этих всех лихревых взаимодействий дают ли они действительно вот это на макромасштабе все-таки поворот вот в этом вопрос совершенно верно и этим и это выяснить хочу не только я но и много других коллег гидродинамики с конца 50-60-х годов просто была некая пауза это анонсировали в 66-м году затем это все замерло а сейчас ну к этому снова вернулся интерес поскольку уже аналитический аппарат стал развиваться но и действительно хочется разобраться как микрополярность влияет на интегральность при рассмотрении различных течений ну понятно просто кажется что ну по сути это один из путей не усложнять модель например в плане ну необходимости там рассмотрение каскадной турбулентности какой-то сложной писать уравнение на большем уровне на масштабном я могу еще дополнить вот когда вышла статья фифермана о постановке задачи о разрешимости уравния навесок стоксу в 2000-м году в 2002-м году вышла статья академика Ольги Александровны Лодыжинской и она из сугубо математических соображений вот этот бигармонический оператор она вводила тоже в уравнении навес стокса как оператор который регулирует основные уравнения навес стокса и потом оказалось что с точки зрения физики этот оператор означает учет микрополярности то есть здесь Алексей Игоревич о чем вы говорите это мысленно она правильная и она пришла не только у механиков и у физиков но и математики о ней догадались из своих соображений я могу больше сказать вот мой соавтор он сейчас готовится защищает докторскую Евгений Сергеевич Барановский мы с ним как-то это дело обсуждали и он вообще выдвинул гипотезу что а может быть стоит рассматривать уравнение навес стокса а потом добавлять бикромонические потом добавлять оператор шестой восьмой и по четным степеням пойти а может быть по степеням двойки пойти и там есть такое подозрение что это поможет для построения каких-то алгоритмов или доказательства теоремы о существовании или наоборот о неналичии какого-то решения то есть вот здесь как бы о чем говорится это не только с математиков или физиков пришло но это подход до которого независимо кстати от механиков предложила Ольга Александровна и в своей статье она длинная много раз перечитывала она обосновывала как строить такие интегральные пространства рецептивные оценки чтобы доказать а существует или не существует это решение но пока к сожалению до конца это не доведено хотя несколько раз научное сообщество потрясали вести о том что доказали теорему но пока нет ни доказательств ни опровержений пока мы только строим к сожалению только частные решения понятно спасибо Евгений Юрьевич мне кажется что вот последний комментарий был крайне важным он просто заслуживал на самом деле отдельно вставки в доклад когда вы начали говорить о моментной теории потому что вот эта связь математической регуляризации к рецептивными оценками и прочими она показывает что иногда нужно действительно ставить может быть более корректно в каком-то смысле задачи механики да и соответственно получать более интересные результаты иногда это расходится а иногда вдруг сходится в один поток и вот то что вы сказали что с двух сторон пришли примерно к одному и тому же учет моментных напряжений и математическая там корректность и все прочие вещи связанные с регуляризацией это очень здорово это очень редкий и важный знак на самом деле правильного направления быть может нет окажется он заслуживает быть не на полях да Юлий Дамирович слушай внутренние моменты если есть внутреннее вращение это подразумевает несимметрию тензор напряжений да да тензор конечно не симметричен да но это означает что нужно писать уравнение для внутренних моментов как вот пишут как дополнительное уравнение как например пишут магнитных жидкостей к примеру поэтому это нельзя просто так вот сказать что вот почему-то она несимметрична и все Это значит, что уравнение для моментов, для баланса моментов, это на самом деле в механике сплошной среды независимое уравнение от импульсов и от баланса массы. Поэтому обычно это уравнение не рассматривается из-за симметрии, а из-за несимметрии это нужно писать в полном виде уравнения для моментов. Понял, понял. Учтем. Да, это безусловно так. У меня вот в связи с этим еще один вопрос, вот в кучку. Понятно, что вас больше интересуют, видимо, математические прежде всего вопросы. Ну, по докладу так показалось. Но вот что касается моментной гидродинамики. Наверное, это важно не только там в магнитных жидкостях, а вообще по идее, вот так интуитивно, во всех жидкостях, в которых есть частицы. Нет, нет, не так. Сейчас возразите. С одной стороны, во-первых, есть частицы, а во-вторых, вполне возможно, что это для течения полимерных жидкостей, где моментные взаимодействия тоже могут оказаться важными, как при описании пачек кристаллитов, которые там при какой-то температуре еще остались, а где-то еще нет. Так и, может быть, на уровне молекулярном. Там все-таки моменты играют большую роль, раз раскрываются молекулы и прочие вещи происходят. Да, слушаю возражения. Нет, момент, это, конечно, вещь хорошая, но только я вот в свое время лет уже 30 с чем-то назад занимался магнитными жидкостями, побольше даже. И там же для этого делаются оценки. Вот какой вот нужно, вот если есть частицы внутри жидкости, и их можно независимо вращать, скажем, магнитным полем, то должна быть бешеная скорость вращения, чтобы они внесли вклад в баланс отношений для импульса. Должна быть бешеная скорость. На самом деле, если скорость вращения частиц внутри жидкости, она того же порядка, что и в вихре жидкости, то они выпадают, никакой роли они не играют. Поэтому вот эти вот микрополярные жидкости, все вот модели связаны с микрополярностью, это в значительной степени, ну я бы сказал так, на 98,5% высосаны из пальца. Они к нему отношения не имеют. Ну и еще раз уж я, кстати, свои 5 копеек, вот когда говорится о приложениях, что идет течение поблизи экватора, ну вязкая жидкость, на въезд, стокс, куэт, ну какое отношение это имеет к океану, где вязкость вообще не играет никакой роли? Мне ответить можно? Да-да, давайте. Вот я понимаю, о чем вы говорите, и действительно, при исследовании океана очень часто используется идеальная жидкость. Но вот сейчас, в последние лет 20-30, учитывают вязкость в уравнениях на вес токса. Правда, они ее называют не молекулярная, а турбулентная вязкость, но по форме уравнения те же самые, которые у меня были переведены на слайде. Ну турбулентная вязкость, это же турбулентная вязкость, значит там сразу же всякая полуэмпирика. Ну конечно, хочется учесть что-то больше, чем идеальность, но как только начинают подходить к чему-то реальному, то тут огромный выбор, что включить и непонятно как включить, потому что там же и стратифицированная плотность, и много чего есть. Поэтому, как описывается океан, это отдельно, наверное, кого-нибудь из океанологии привозить, сделать доклад. Но просто вот так вот рассматривать уравнение в течение Куэта на въезд токса, и потом сразу говорить, а вот мы рассмотрим, а теперь приложим это к океану или еще к чему-то. Ну это как-то не очень, убедите. Кто-то хотите сказать свою защиту, Евгений? Я могу сказать, что здесь, безусловно, прав, уважаемый коллега, но с другой стороны, мы сегодня говорили о том, что мы постоянно исследуем, и если мы замечаем, то надо дальше думать и смотреть куда дальше. Ну а когда, я могу сказать еще свою защиту, когда я свою докладскую защищал, значит, ведущей организацией у меня был Институт физики атмосферы имени Обухова. Отзыв подписывал Чехитяне Отто Гурамович, Кавашник Максим Викторович, ну и выступал я несколько часов на семинаре Академика Голицына. И как раз вот эти все уравнения, они им понравились, потому что, ну это относится к их школе, к системе гидродинамического типа, которыми занимался сам Обухов. То есть, как бы такая точка зрения существует. То, что вы говорите, я понимаю, о чем вы говорите, но этим занимаются, занимаются достаточно плодотворно. То есть, целое математическое направление в гидродинамике развивалось, когда вот рассматривали вот эти системы для сдвиговых течений. И, кстати сказать, вот если мне свои пять копеек ставить, то вот те уравнения, которые я приводил, их океанологи называют наивные уравнения. Прямо есть такое название. Поэтому, конечно, то, что вы говорите, это разумно, и я еще раз повторюсь, я понимаю, о чем речь идет, но исследования в этом направлении и ведутся. Мы посмотрим, во что они выльются. Ну еще уж, если вам советок на будущее насчет докладов, то все-таки вот, когда появляется волосатая формула, ее так сразу проанализировать трудно. Поэтому, поскольку вы претендуете на точные решения, а точные решения тут не важны ни Ринольдс, ни Пекле, ничего не важного, тут она точная. Поэтому было бы, на самом деле, полезно, вот вы приводите, скажем, обобщение Куэта. Вот вы берете, показываете линии тока или там профиль скорости классического Куэта. Потом говорите, что, а вот теперь вы можете чуть-чуть показывать, в каком смысле вы меняете, добавляете чуть-чуть вдув или еще распределение скорости в граничные условия. И вот как изменяются линии тока. Чуть больше, еще больше, чтобы было ясно, причинно-следственная связь, откуда берутся силы, потоки и все, и как на это реагирует поле течения. Тогда будет более наглядно, потому что, ну вот вы сейчас можете с презентацией выбрать любой слайд с решением, вот дать любому из нас. И нам потребуется полчаса, чтобы осмыслить, что это значит, так сказать, физически, что это себя представляет, как выглядит поле течения. Понимаете, а когда 10 слайдов там мелькают, то ясно, что это просто пустует. Вот такие вот точные результаты. Вы скажете, что полиномы, вам поверят, но что это будет физически, как выглядит поле течения, линии тока, это лучше бы все-таки графически показывать. Вот если вы будете делать доклад, например, где-нибудь в Японии, то они вообще не поймут ни одну формулу, пока она не проиллюстрирована рисунком. Поэтому в Японии нужно делать доклад, чтобы на каждом слайде был рисунок. Иначе вы просто потеряете аудиторию в самом начале. Я думаю, что не знаю, не понял, к следующему семинару переделаем. Да, я присоединяюсь на самом деле всецело, Евгений Юрьевич, хоть я и не японец, но просто был бы другой уровень понимания и другой уровень вовлеченности слушателей. Да, вот если бы вы проиллюстрировали эти вещи и показали бы, насколько, что, куда различается, чем вы можете управлять, ну, это и в статьях прекрасно, ну, и на докладе, конечно, великолепно. Потому что именно тогда можно за короткое время понять значимость работы. Вроде бы формулы содержат в себе все, но быстро схватить можно рисунок, какую-то вещь, и тогда пойдешь разбираться в формуле. Потому что эффект увидел, очень быстро цапнул. Так что, на самом деле, я понимаю, что для этого требуется дополнительное время. Сам порой страдаю этим, но не хватает катастрофически у вас графики. А говорите, что не японец. Вполне по-японски объяснили. Микрофон включи, пожалуйста, Евгений. Евгений, микрофон. У вас выключен микрофон. Я к следующему семенаму домашнее задание понял. Ну, не воспринимайте как домашнее задание, а просто как просьбу, пожелание и так далее. Я понял, я пошутил. Да, хочется больше быть причастным к красоте того, что происходит. Давайте не будем относиться к Жене как к человеку, который имеет какое-то прикладное значение. Ну, это чисто такие попытки получить в наиболее простых случаях решение. Жень, вот подскажи, пожалуйста, хорошо, а если мы, допустим, вязкость зависит от температуры, к примеру. Потом вязкость зависит от, допустим, скорости сдвига и так далее. Как решение будет меняться, если... Потому что я к чему это? Недавно в Томске Владислав Васильевич... Начал. Да, я так понял, вы в Ижевске защищались? Да. Да? Ну вот, я помню уже. Мой родной город. Значит... Карпа вы помните? Сашу, конечно. Мой товарищ. Значит, я о чем хотел сказать? Значит, в этом направлении, конечно, здорово продвинул. Я про Пухоначева. Значит, вот все-таки вы как думаете, вот именно для ваших задач, там же все-таки несколько другое. И задачи типа Стокса, там, и так далее, и большие ограничения, там, и ПД Бору очень маленькие, и так далее. У вас, вот, если к вашим задачам что-то, чего-то, развитие есть какое-нибудь или нет? Вот в этом направлении. Есть. И вот то, что вы сейчас говорили, что вязкость зависит от температуры, от скорости сдвига как раз, этим мы сейчас и начинаем заниматься. А, только начинаете, да? То есть, а в мире что-нибудь такое есть? Есть, 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 есть. И тут понятно, что не может не быть, потому что, когда вы говорите об этих двух аспектах, то это вся переработка полимеров должна учиться в описании. Ну, вот, к примеру, да, у Полянина, допустим, есть для участия Дистокса, там, аналитическое решение, когда вязкость зависит от температуры. Ну, вот, допустим, в трубе, там, либо между параллельным пластинами. А вот уже там, если уже не ньютоновское, там, и так далее, так вопросы возникают большие. Ну, даже у Полянина в справочниках есть точное решение для ньютоновских жидкостей, я видел. Нет, не ньютоны, да, опять же, это стокс, это совсем там, это установившись в сечении. Понятно, спасибо. Спасибо большое. А может быть, в связи с этим у меня возникают ассоциации. Вот давайте мы вернемся к вашим вращающимся дискам, да. Может ли это ваше решение, которым вы гордитесь, помочь, может быть, в какой-то нетрадиционной обработке реометрических испытаний, да, когда между двумя вращающимися дисками мы пытаемся вытащить характеристики жидкости. Может быть, можно какие-то... Я думаю, что можно-то можно, но здесь надо будет поставить задачу, определиться, что мы хотим вытащить, но из точного решения надо смотреть, можем или не можем. То есть мой ответ такой, я практически уверен, что можем, но нужно поставить задачу и ее решить. Ну, подумайте, потому что, по-моему, там есть эта проблема, она связана с тем, о чем сейчас говорил Константин Александрович тоже, в том числе, там могут быть тексотропные жидкости, где есть все эти зависимости, противотемпературное влияние можно, и обрабатывать реометрию в этой ситуации, но то тоже было бы полезно, это точно. То есть если что-то выйдет. И если можно, еще раз к графику, вот по этой же задаче, вернитесь, пожалуйста, там, где у вас осцилляции были, да. Да, конечно, здесь бы рядом хотелось бы и монотонные решения, но у меня вопрос про осцилляции, вот по толщине слоя. Скажите, пожалуйста, количество таких осцилляций ограничено сверху, какими-то параметрами задачи? Какие могут быть, расскажите. Как ограничено, вот какими параметрами? У вас их тут вот буквально столько полуволн, может ли быть на 10 больше или нет? И что мешает? Значит, мешает толщина слоя и величина ограниченных условий. Ну а самое главное – выполнение условий несжимаемости. Ну вот я оценивал, сейчас я скажу, вот здесь есть параметр 16, ню квадрат, ню квадрат на хи квадрат, да. Но вот он определяет, ну, когда мы, когда исследовало это решение, больше 20 у меня не получалось. То есть это не то, чтобы строгая оценка? Пока нет, пока нет ее, да. Напомните, про неупонятна кинематическая вязкость, а буква… Коффициент температуры проводности. Ага, температура проводности. И это стационарное решение, правильно, да? Да, ну не стационарное, но еще более громоздкое, я не стал привидеть. Ну, на самом деле, ценность точных решений, в общем-то, не в том, что они к чему-то прикладываются и что-то пытаются описать. Потому что сейчас ценность их двоярка. Это, во-первых, удобный тест для численных методов и для симпатических методов. То есть при приложении их вот именно такое. Да, я понимаю, просто есть еще второе приложение в разных тоже методах. Не то, чтобы речь шла о методе выделения особенностей, да, вот просто это яркое название. Но метод выделения некоторой характерной ситуации тоже может каким-то образом сработать, упростив численную реализацию остального. Понятно, что делинейное уравнение и так далее, но тогда... Ну, если взять, вычленить из решения, вот так сказать, точные и численные, сказать, поправки к нему, то да, но это все-таки часто овчинкой выделки не стоит. Я согласен, да. От качества теста для численных методов, особенно если можно что-то такое нетривиальное, то есть разные компоненты скорости протестируют, то это полезно. Тем более, что вот такой тест с осцилляциями – это большая редкость, как я понимаю, да? Да, да. Коллеги, еще вопросы, прошу вас. Ну, если вопросов нет, будем завершать тогда работу, да? Или еще у кого-то есть? Ну, похоже, все уже отступили. Ну, видимо, нет, да. Тогда мне остается, Евгений Юрьевич, поблагодарить, пригласить, делать и другие доклады. По возможности учесть наше пожелание, что очень бы хотелось красивых рисунков наглядных, которые очень емко выражают иногда отдельные аспекты формул, ну, и просто привлекают внимание, да? Ну, а так большое спасибо, что нашли время. В общем, всегда рады будем вас послушать. Спасибо. Приходите. Хорошо. Спасибо большое. Ждем статьи? Да, да, хорошо. Всего доброго, коллеги. До свидания. Продолжение следует...